Всем привет! С вами всё о звёздах ТВ «Интересно знать». Представляем вашему вниманию актёра Владислава Стряжельчика и его знаменитых сыновей, которых он так и не признал. Владислав был одним из самых востребованных и популярных актёров не только в кино, но и в театре. В ДТ ходили исключительно на Стряжельчика, он снялся в 127 фильмах. В 33 года он стал заслуженным артистом РСФСР. В то время это было немыслимо, звания давались к внушительным юбилеям или пенсии. Он был невероятно талантлив, обаятелен и харизматичен, всегда имел успех у женщин и признавался, что не может жить без внимания красивых женщин. Он родился 31 января 1921 года. В 1938 году он поступил в студию при БДТ и почти одновременно был зачислен в труппу театра. В БДТ Владислав Игнатьевич служил всю жизнь, до 1995 года. Отсюда его призвали в армию во время Советско-финской войны. Сюда же он вернулся после Великой Отечественной, участвуя в ней в пехоте на передовых. Студию Владислав мог закончить только в 1947 году. Его первой женой стала артистка оперетты Ольга Смирнова. У супругов родилась дочь Марина, но этот брак был недолгим и распался. Дочь Марина – единственный ребенок, которого артист признал своим. Марина носит фамилию и отчество своего знаменитого отца. Трех своих сыновей он не признал, а также в их жизни совершенно не участвовал. Второй женой Владислава стала Людмила Шувалова. Они познакомились в Сочи. Она жила в Москве и только окончила театральное училище, поступив работать в театр имени Гоголя. После приезда домой она уже не представляла себе жизни без этого человека. И никакие уговоры отца, работника Совминокультуры, не помогли. Через полгода, бросив все, она уехала к любимому в Ленинград. Пара прожила вместе 45 лет. Людмилу приняли в труппу БДТ, но больших ролей она не получала, как потом вспоминала актриса. Чтобы получать заметные роли, надо жить театром, а я жила в Ладика. Это все знали. Она обустраивала комфорт и быт своему мужу и помогала ему с ролями. Они могли бесконечно говорить о ролях в театре, о творчестве в целом. Людмила знала об увлечениях мужа, но была уверена, что сердцем он принадлежит ей. Она никогда не чувствовала себя обделенной любовью или вниманием со стороны мужа. Первый внебрачный сын Евгения родился в 54 году. От отца ему досталось только отчество. Он не публичный человек, стал преподавателем, кандидатом в физико-математических наук и доцентом кафедры астрофизики. С отцом никогда не общался, также он никогда не дает интервью. Два других сына пошли по стопам своего знаменитого отца и самостоятельно добились в карьере немалого. Роман с гримершей Юлией длился у Владислава несколько лет. В 1973 году она родила сына. Этот роман обсуждал весь театр. Кто-то хотел вынести это на повестку дня о моральном облике артиста. Но Товстоногов не разрешил, щадя чувства не Стрижильчика, а его жены. Когда Людмила все же узнала об этом, просила мужа признать этого ребенка. Но Владислав наотрез отказался признать измену жене и факт своего отцовства. Женщина дала сыну свою фамилию, а отчество своего отца – Исаев Дмитрий Алексеевич. Да, это тот самый актер, которого вы прекрасно все знаете. Дмитрий в детстве увлекался музыкой и спортом, а после седьмого класса поступил в музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Но не доучившись, он бросил. Хотел строить карьеру в профессиональном спорте. Тогда мама открыла ему, кто его отец, сказав, что при таком отце невозможно быть спортсменом. Узнав, что его отец – знаменитый актер, Дмитрий почувствовал гордость, сопричастность к великому и сам увлекся театром. У Дмитрия на отца не было злости и досады. Он хотел встретиться с ним и поговорить. Но когда встреча произошла, вышла сухой и мимолетной. После этого они больше не виделись. С 14 лет Дмитрий стал выходить на сцену театра «Приют комедианта». В ЛГИТМИК поступил со второй попытки и успешно окончил. Успех к этому актеру пришел в 30 лет с выходом сериала «Бедная Настя», где он сыграл одну из главных ролей. Сейчас в фильмографии этого актера 64 работы. Дмитрию передался от отца не только талант, но и обаяние, и темперамент. У актера «Три брака» от первой жены девочки-двойняшки в последнем браке родился сын. В СМИ постоянно всплывают его любовные истории. А вот его отец даже после 60 лет оставался знатным лавеласом. В 1981 году у него родился еще один сын – Илья Коврижных. От отца он унаследовал только отчество. Мама театровед Наталья Борисова не скрывала, кто его отец и никогда не говорила плохо о нем. Илья тоже увиделся с отцом всего один раз в жизни, когда ему было 14 лет, отца не стало. Но тем не менее Илья гордится своим отцом и благодарен, что он подарил ему жизнь. В 2002 году он окончил Щукинское училище, начал выступать в театре и сниматься в кино. Сейчас на счету у этого актера более 35 работ в кино. Илья тщательно скрывает свою личную жизнь, о ней практически ничего не известно. Известно только то, что он счастлив в браке. В начале 90-х у Владислава Стержельчика родился еще один сын. Он с матерью провожал отца в последний путь. Также, кто этот мальчик и кто его мама, достоверно неизвестно. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого наилучшего и всего доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте счастливы. До новых встреч, до новых роликов. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok